Всем доброго дня! Меня зовут Валентина. Я всех вас приветствую, кто зашел ко мне на канал. Сегодня мы будем разговаривать о посадке под зиму моркови. После посадки лука у нас идет очередность посадки моркови. Я очень люблю этот мед, мне очень нравится. И мы уже в июне, в конце июня, в начале июля кушаем свою морковь. Посадка под зиму моркови для чего нам нужна? Для получения раннего урожая. Что для этого нужно? Обязательно нужно выбрать для посева хорошие сорта. Я очень люблю такие сорта, как лазина островская 13, нанская 4, витаминная 6. Это очень хорошие сорта, я всегда их высаживаю. Витаминная 6 это вообще прекрасная морковка. Она никогда в жизни не дает горечи, никогда не зеленеет. Это очень хороший сорт. И она очень сладкая, очень хорошая. Нанская тоже хорошо. Скакаем, мы ее уже кушаем. Вот она вот. Выдернем. О! Вот она, морковочка. Хорошая. Самое то. Так что, под зиму можно съесть и уже в июне кушать свою морковь. Вот она хорошенькая вся морковь. Есть и минусы у моркови под зиму, это она плохо, конечно, хранится. Но мы же и выращиваем ее для того, чтобы ее именно кушать именно в ранние сроки. Для того, чтобы начать посевы под зиму, нужно обязательно сделать, вот вы как видите у меня сзади проделаны бороздки, это буквально за две-три недели до именно посадки моркови этой. Морковь не нужно никогда в жизни замачивать под зиму, сеют прямо в грунт. До того момента, когда нужно начинать посев моркови, холода должна постоять не менее двух недель. И земля, вот эта вот, должна хорошенько, ну как раз сесть. Это конец октября до середины ноября. Можно даже и до конец ноября, у кого позволяют такие погодные условия. Ни в коем случае морковь не садят на гребень. Вот потому что весной, когда начнет таять снег, то это все смоется, и семена просто смоются водой, и их не окажется на поверхности. Как я уже сказала, мои любимые сорта под зиму, это вот морковь Лосина Островская 13. Вот я взяла Аэлиты фирмы и взяла удачные семена. И еще мне очень нравится Нанская. Вот в эти вот бороздки, куда я буду садить морковь, вот сюда, я между рядов посею вот такой вот салат. Он называется салат дуболистный смесь сортов. Этот вот салат именно для подзимнего посева. И весной они дружно всходы дадут, и будут видны рядки. Здесь будет морковь проходить, а здесь будет у меня салат между рядков. Морковь, салат. Когда я посею морковь, вот это все вместе с салатом, я, когда начнутся уже заморозки, минус будет даже минус 3, минус 5, у меня вот вдали, вот винеется там кукурузная ботва, вот если я приближу, вот там кукурузная ботва лежит. Я потом обязательно накрою вот эти свои посадки. И чеснок, рядышком который посажен, у меня вот 3 витка, и морковь. Здесь у меня еще рядышком возле моркови будут посажены под зиму лук. Но лук, чернушку, здесь я сею очень поздно. То же самое позже даже чем морковь. Это просто советы, никого я не учу. Может кто по-другому садит. Так что пишите в комментариях, будем все рассматривать варианты. Может у кого получше есть именно способы. Посев моркови я провожу. У меня есть ролик, как я сею морковь. Вот смотрите, вот у меня зерно я взяла в 3 пальца. И вот смотрите, не жалея, зернышко переваливаю как бы с одного пальца на другое. И у меня никогда не бывает густоты. Вот я еще раз просто покажу. Вот видите, палец и вот. И пошло. Как бы вот так вот чирикаешь. Не бойтесь. Но наоборот, масличные вот эти стираются. И морковка лучше всходит потом. Еще бы я хотела с вами поделиться таким вот методом посадки моркови летом. Вот посмотрите, вот посеянный был рядок вот этой моркови в июле месяце. Где-то числа 15-го, не буду точно говорить, но в середине июля. Смотрите, какая она еще зеленая ботва. Я садила, я сейчас если разберу. Детская, да, детская, сладкая. Вот она. Как видите. И очень-очень-очень даже действительно сладкая и выросла неплохая. И мне этот метод очень нравится, что она не горчит, эта морковь. Не идет цветушная зелень такая. И вырастает очень даже хорошая. Смотрите, какая морковочка. Прям и твердая. Вот она такая вот и ботва хорошая такая еще. И сама морковь. Так что пробуйте, садите летом и получите вот к осени вот такая вот морковь. Еще хотела бы вот посоветовать, не спешите дергать морковку. Особенно, когда вот посажена она летом. Она, видите, даже не мохнатая. Она очень хорошая. И мы эту морковь держим до самых-самых морозов. Даже минус 5 у нас морковь это не боится. Сейчас я покажу редис, как я высаживаю. То же самое в конце августа сею. Ну, сейчас вот заморозки у нас отлично. Здесь мы уже покушали. Там у нас руккола. И вот у меня здесь. Сейчас покажу, какая редиска. Видите, какая хорошая редиска. Вот она. О, отлично. Это посажено было конец августа. И будет она еще долго-долго. Ну, конечно, надо сейчас накрывать, потому что заморозки идут. Вот, поэтому нужно обязательно ее накрывать. Ну, ботва уже такая плохая сама и сочная, очень вкусная редиска. Здесь второй сорт. Вот. Это кругленькая такая. Вот она. Вот она беленькая, с белым. Вот такая красавица. Редочная. Редка этой редиски. И вот, чтобы не были, конечно, заморозки, она бы еще дольше простояла. Ну, вот, приходится нам ее накрывать. Зато она вот такая вырастает. Красавица.